здравствуйте дорогие друзья вас приветствует галена конышева продолжаем разбираться непонятных обстоятельствах гибели юрия шутунова и в той информации который вокруг него вокруг этой ситуации было ну значит что у нас было давайте проверим то вот такой момент помните месяц назад разин говорил о том что светлана лунёва судья виновата в смерти юрия шутунова помните да вот пожалуйста эта информация довольно много многие сми экспресс-газеты еще какие-то газеты rain tv многие об этом писали вот они да много 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 ну давайте комсомольскую правду посмотрим кто такая судья из таврополя который андрей разин хотя и видеть я не смотрела эту статью сейчас смотрю вместе с вами андрей разин связал смертью решетуного с выигранным им судом по ласковым и так что нам показали что юра выиграл суд и через два дня он умирает после выигранного суда согласны то есть нам это сказать нам это сказали правильно правильно и мы все в это поверили так так но некоторые люди они решили проверить информацию и вот допустим еще раз возвращаемся к этой информации андрей разин выступил с громким заявлением по его мнению смерти юрия шутунова виновата судья который дала ему надежду незаконно передав права на песни ласкового мая согласно мысли скипера это привело к эмоциональному всплеску на фоне большого гастрольного тура певца что во многом повлияло на уход из жизни значит это что это то что вот во время тура но действительно ее у юры был очень плотный график исполнение и на одном из зеленоградском выступлении ему вызывали скорую помощь как там говорили он сам сказал на сцене что ему делают уколу что он может прервать концерт любой момент то есть это есть это не то что кто-то что-то говорит это говорит сам юра шатунов и последний концерт был в подольске и так значит нам всем сообщили что он выиграл суд и вот в данной фразе андрей разин что судья который ему дала надежду это значит было был суд и была судья лунёва светлана имейте ввиду что помимо оспаривания вашего незаконного решения будет подана жалоба высшую квалификационную коллегию судей поставлен вопрос о лишении вас статуса федерального судьи я вам обещаю как бывший депутат государственной думы ставропольского края трех созывов и председатель комиссии по назначению судей грозится разин он сам находится за рубежом говорят в америке он находится но тем не менее грозится судья начинал свою карьеру как адвокат пятигорске вот дальше нам комсомольская правда это рассказывает причем как бесплатный юрист в единственном своем интервью она говорил о плюсах работы ассоциации юристов россии в которой она состояла помогала людям как специалист по жилищным имущественным спором дальше в апреле двенадцатого года женщину назначили судьей краевого суда через год она согласно открытым данным стала соискателем первого года обучения кафедры гражданского права согласно информации из открытых источников судье присвоен 4 квалификационный класс но вполне вероятно что за последние несколько лет и уровень мог вырасти до 3 за время работы в краевом суде судья рассмотрел свыше 2000 почему разин не согласен с решением то есть нам статья дается так что есть решение суда ни у кого не взывает это сомнение правильно но почему бы не да мы же верим сми решение судей по делу о песнях ласкового мая объясняла адвокат шатунова осель мухтарова казарновская она связана с тем что оригинала договора о передаче прав разину никто не видел по версии продюсера он был утерян и вот вот что мы имеем что информация о том что договора нет он был поддельный есть документы что это договор якобы украден есть 5 экспертиз приведенных разными инстанциями все они говорят что договор сфальсифицирован подпись кузнецова под этим договором подделка и дальше нам вот смотрите насчет первой части он говорит о том что она виновата судья виновата здесь не говорится имя судьи здесь не говорится имя судьи в этой статье решение аннулировала все другие акта по договору и позволяла шатунова распоряжаться песнями ласкового мая разин заявил что не согласен судом будет оспаривать постановление правда спустя месяц шатунов скончался от обширного инфаркта беседе с комсомольской правды звездный адвокат андрей алешкин заявил что дело шатунова могут продолжить члены его семьи андрей разин может быть привлечен к ответственности за поддельные документы и злоупотребление правом на защиту в данном случае следствию предстоит установить кто непосредственно изготовил поддельный документ и кто предъявил его в суд люди ответственные за фальсификацию смогут рассказать чьих интересах они это сделали и так вот это как бы было доказано то что вот в рамках уголовного дела срок небольшой но очень важно что в рамках уголовного дела родственники юрия шатунова имеет право через суд взыскать моральный вред я полагаю что в этом случае исковые требования могут составить несколько миллионов рублей наше законодательство уже выработало практику по таким делам и так было доказано что договор разина с кузнецовым был поддельным и это пишут все сми но здесь нам разин ну как как пишут сми комсомольская правда что он недоволен судом а каким судом нам не говорится то есть нас вот зрителей поклонников фанатов кто следит за этой ситуации нам вводит некую информацию она такая в куче такой комок эта информация и кажется что это один и тот же суд и одно и то же дело теперь давайте посмотрим вот эту статью бумеранг судьбы разину грозит реальный срок после смерти шатунова это 5 июля разину грозит реальный срок в тюрьме после смерти шатунова продюсер ласкового мая огульно обвиняет людей в трагедии произошедшие со знаменитым певцом доказательств нет политика певец и продюсер андрей разин может поплатиться в суде за то что назвал ставропольскую судью виновной смерти юрия шатунова ранее он указал на якобы некомпетентность и безалаберность светлана лунёвой вот здесь у нас звучит светлана лунёва судья которая вынесла решение в пользу исполнителя во время судебных разбирательств по мнению разина это стало сильным эмоциональным сплетком для певца что вызвало внезапное ухудшение самочувствия но так ли все было на самом деле кто виноват и что делать коллеги и поклонники скоропостижно скончавшегося кумира молодежи 90-х не верит в искренность утверждения аркадия разина как отмечал продюсер андрей тимофеев сейчас продюсер боится огласки со стороны общественности публика была в курсе как проходили судебные скандалы между шатуновым и разином многие решили что именно продюсер ласкового мая причастен к ухудшению здоровья лидера группы публика была в курсе того как проходили судебные скандалы но вот поскольку я не была фанатом я не знаю была ли публика в курсе того как проходили судебные скандалы вот фанаты и поклонники вы были в курсе того как проходили судебные скандалы дабы не нарваться на очередной поток критики шуман решил перевести стрелки на эту роль отлично подошла судья светлана лунёва который занималась делом звезд опять-таки вот это общая фраза судья светлана лунёва который занимался делом звезд в данном случае мы думаем что делом звезд это разин звезда и шатунов звезда да но на самом деле здесь не сказано каких именно звезд вот просто делом звезд но похоже испугавшийся продюсера зашел слишком далеко звездный адвокат сергей журин в эксклюзивном интервью отметил что заявление разина при желании можно найти несколько составов уголовного преступления это может быть и неуважение к суду и воспрепятствование осуществлению правосудия клевета в отношении судьи по мнению по моему мнению подобные высказывания разина могут быть направлены на то чтобы изменить решение вынесенное при жизни шатунова высшестоящей инстанции поскольку она еще вероятно не вступила в законную силу и возможно подана апелляционная жалоба не исключено что таким образом он пытается повлиять на исход дела если это будет установлено и доказано то это как раз и образует уголовный состав попадет ли андрей разин за решетку после смерти юры шатунова все зависит от того с каким умыслом продюсер назвал светлану у него убийцы и псевдо судьей но и поскольку вот это все прозвучало имя этой судьи я решила проверить если такая судья светлана у него действительно в ставропольском краевом суде есть такая судья светлана у него вот если мы наберем то нам выходит у него светлана петровна судья ставропольский вот нам нужно ставропольский давайте посмотрим на этом сайте у нас самая последняя дата это 27 мая 2020 года гражданские административные дела это не то есть еще вот такой сад судьи россии ставропольский край отзывов 5 ну кто-то здесь минус поставил есть отрицательные и вот смотрите вышла выходит такой здравствуйте я дежурный юрист на сайте дело в том что я написала вопрос мне перезвонили я спросила по делу шатунова призвонил мужчина помощник судья спросил с какой целью я интересуюсь я сказал что для себя он сказал что это по другому телефону и бросил трубку вот и все то есть я не узнал ничего о деле шатунова ну собственно говоря он имел право мне ничего не отвечать здесь нет ничего такого то есть мало ли кто там звонит и с какой целью я же тоже ничего не знаю и никто ничего не знает что там за нюансы из какой стати незнакомому человеку кто-то что-то будет говорить конечно рассчитывать на это было бы глупо это просто проверка информации поэтому здесь мне ничего не ответили но и скажем так не сказали никакого нет сказали это по другому телефону вот такой расплывчатый ответ то есть могли бы сказать что никакого отношения не имеет или еще что-то вот такой расплывчатый ответ тогда надо идти суды из ставрополя и ставропольского края ставропольский краевой суд надо идти и собственно говоря узнавать что же какие же суды проходили нас интересует суд который должен был проходить вот-вот в июне 22 года который шатунов как бы выиграл вот если я нажму на краевой суд и так вот я на краевом суде ставропольском и вот допустим мы назовем фамилия лунева это открытая информация каждый гражданин каждый человек может зайти на сайт и сделать то же самое то есть узнать информацию они обязаны говорить то есть это по закону все можно сделать вот находим допустим судил у него вот там выходят такие гражданские дела апелляция судья лунева где у нас тот судья вот судья допустим ищем у него ищем у него не вижу у него страница 1 страница 2 нажимаю страницу 2 нажимаю страницу 2 судья не вижу его и так лунева здесь есть некая просто лунева а нам нужно светлана петровна то есть это однофамильцы теперь я возвращаюсь на страницу 1 и проверяю еще раз что у нас тут по вот здесь вот начинаю искать луневу если у нас лунева проверяем все подряд вот всего две страницы да ну наверное там дел гораздо больше ну здесь вот здесь нет здесь нет а вот лунева светлана петровна и кто здесь у нас естественно тарасов какой-то ответчик административное муниципальное образование это 2019 год вот пожалуйста лунева здесь есть но только 2019 год вышла вот это дело гражданские дела апелляция но может быть еще какие то есть дела но вот больше ничего не вышло по луневой вот возвращаемся 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 еще одну и давайте наберем разин а андрей наберем и идем дальше так ну вот у него какие то тут дела есть в двадцать втором году четвертого ответчик разин нас это не интересует какой-то с михаянам учишься и вот нас интересует вот этот вот ответчик фамина где шатунов как мне сказали был третьим лицом номер дела суда первой инстанции дело начиналось в 2021 году категория прочего исковые дела истец заявитель разин ответчик фамин здесь истец разин вот еще дальше вот теперь смотрите 21 21 01 оставлено без изменения вот что у нас здесь судья совершенно другая евтухова татьяна серафимовна нажмем на это дело посмотрим вот номер дело в первой инстанции у нас есть так нажмем сюда движение дела посмотрим так передачи дела в суде 21 судебное заседание 02 06 22 вот смотрите вот она идет судебная 2 июня и далее 16 июня отложено связи с необходимостью перехода и рассмотрению по правилам первой инстанции 03 06 3 июня дата размещения дальше вынесено определение о переходе к рассмотрению дела по правилам первой инстанции 16 06 16 июня вот это тот самый суд 15 30 рассмотрение дела в отсутствие кого-либо из лиц участвующих в деле и не извещенных надлежащим образом о времени и месте судебного заседания и смотрите дата размещения 17 июня 2022 года и далее по всей видимости она была отложена на 14 июля судебное заседание 14 июля 15 00 производства по делу приостановлено смерть гражданина если спорные правоотношения допускает правоприемства но вот как не проконсультировали юристы это есть как раз смерть гражданина это юрия шатунова и почему-то дата размещения опять 17 июня вот одна и та же дата либо это ну техническая ошибка просто от невнимательности либо 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 что то есть размещение 17 июня значит никакого дела выигрышного у юрия шутунова не было оно было отложено перенесено на 14 где он был выступал в третьих лицах как мне сказали юристы и оно было отложено и приостановлено это значит что в этом смысле как нам говорят что юра выиграл дело юры ничего не выиграл дело приостановлено и значит все то что уразина было но остается за ним то есть суд это не установил решение суда не было единственная была экспертиза в рамках уголовного дела о том что были поддельные документы но это другое дело поэтому говорить о том что юра выиграл суд и после этого умер нельзя он не дожил до суда в котором бы он выиграл возможно что 14 июля он бы как раз и вот эта точка над и было бы поставлено и он бы все выиграл возможно так но произошла смерть через шесть-семь дней смотря какого там в середине на 23 7 дней неделю через неделю он погибает значит решение суда не вступила в силу его не было во первых не было решение суда но не вступила в силу и дело приостановлено и дальше я не знаю как дальше это должны уже родственники наследники дальше это дело проводить будут они проводить или нет я пока не знаю то есть меня особо особо сильно тоже никто не консультирует ну так чуть-чуть небольшую информацию мне дают спасибо мне вот показали этот сайт и сказали юристы что больше никаких дел нету то есть о чем это говорит вот это единственное дело смотрите на было в двадцать первом году она была начале вот раз заседание и два заседания является ли это вот если это все то что это вымотала юру и привело его к смерти что он прям аж так переживал что его привело к смерти что суды его измотали а судов то нет никаких что его измотал это вопрос где суды то значит нам лапшу на уши повесили с этими судами нет никаких судов суды были и раньше они шли там они длительные и что-то он не умирал и люди судятся и и тот же самый разин он видите с кем он только не судится и еще то ничего у него там не переживает он и не умирает он ни от чего и суды его не выматывают а здесь что-то вот один суд и что-то вымотался причем незаконченный и говорят что якобы он выиграл и вот на радостях вот так бывает когда спортсмен идет вот что нам только не лепили да но здесь нету никакой радости потому что нету решение суда но не было решение суда но не закончено не завершено там еще вообще непонятно какой какой бы был вердикт и судья там не лунёва и причем тут вообще лунёва вообще непонятно зачем ее притянул за уши этот товарищ разин в этих сми ну может быть сми врут я не знаю тогда надо подавать на сми что они ложную информацию вводят это же такие серьезные комсомольская правда аргументы и факты вот то что есть есть то что судов то не было никаких ничего он не выиграл а вот тогда получается у нас что у нас получается совсем другой мотив вот если бы он выиграл тогда непонятно тогда да тогда вроде как бы алиби у у товарища истца или там вот кто ему противостоял а если он ничего не выиграл и все осталось как есть и все наследие шатунова и ласково мая осталось у того у кого она была прихвачена то тогда мотивчик вырисовывается а вы что думаете по этому поводу потому что вот эта странность получается судов нет может быть вы найдете еще какие-то суды вот именно эти июньские вот именно то о чем говорили что он выиграл вот где он был такой отекший как говорили где вот там адвокат было что они там что-то выиграли но это говорили только сми за кадром и где юра сказал что это его судороги смертельные помните это видео по нтв это было передачи вот такая тоже информация но здесь написано 3 июля ты чего тут происходит вообще пятницу 3 июля стало известно что юрий шатунов выиграл суд юрий шатунов уже к этому времени мертв к 3 июля вот то ли это уже ну это они так пишут то ли это уже вбросы начинаются чтобы размыть информацию давайте еще вот это проверим после того как юрий шатунов занесся сольной карьеры и оставил группу ласковый май продюсером который являлся андрей разин между бывшими коллегами началась настоящая война и за песен лишь недавно в этой истории была поставлена точка рассказываем подробности 20 июня юрий шатунов появился в сюжете программа чп на теле телеканала нтв где сообщил то есть 20 июнь это его последний концерт в подольске невзирая на попытки андрея разина запретить ему исполнять легендарные хиты группы ласковый май он победил своего оппонента у меня есть полный перечень документов где я являюсь правообладателем но это не победа это полный перечень документов где я владею являюсь правообладателем он это сообщил а вот теперь смотрите где документа и кто сейчас владеет этими документами куда они попали и в чьи руки они попали после его смерти вот спустя три дня вот он сказал он пер полный перечень документов а если они сейчас этот полный перечень документов у кого этот полный перечень документов кто-то из нас знает нет а то что они могли попасть в руки лапы недобросовестным людям после его смерти потому что семья далеко он здесь один одинешенек и ничего неизвестно что с ним произошло то есть масса нестыковок мы не знаем куда попали эти документы напомним продюсер и артист много лет спорили за песен сергей кузнецова каждый уверял что получил от автора права на композиции адвокат шатунов василь мухтарова казарновская заявил что якобы подписаны между разным кузнецом документы передачи авторских прав продюсеру самого начала вызывал много вопросов да они об этом сказали что документ поддельный то есть это выяснили что документ поддельный и что у него есть полный перечень документов но суда окончательного суда который бы поставил эту точку вердикты который бы собирался там этот оспаривать продюсер так называемый нам апелляции писать вот этого суда выигрышного не бы ло его нет на сайте краевого ставропольского суда нету потому что дело было отложено и прекращено в связи со смертью значит нас вели в заблуждение вот всеми этими вещами что якобы он что-то выиграл он не выиграл то есть юридически все осталось как есть кроме того что была доказана экспертизой что договор был поддельный но это не конец истории экспертиза это доказала но дальше нужно было это все застолбить в суде а суда-то и не произошло вот о чем речь а что вы думаете по этому поводу вот такие новости вы выяснили юристы некоторые люди неравнодушные которые решили просто проверить эту информацию которую я вам и передала потому что я бы сама это ничего не нашла мне подсказали я не могу называть их имена ну вот показали это таким образом как это можно найти может быть есть юристы которые еще знают про какие-то суды про которые мы не знаем но конкретно никакого выигрышного суда у шутунова по факту нет и все значит по факту юридически остается за тем же самым так называемым продюсером криворота вам всего вам доброго пишите свои комментарии подписывайтесь на мои каналы телеграм-канал канал дзен вконтакте группа в одноклассниках с вами была галина конышева всех вам благ до свидания до свидания